Игорь Вячеславович, Игорь Вячеславович, Игорь Вячеславович, поделитесь своими первыми впечатлениями от этого матча. Ну, настраивались не только на факел, но и на курсовую встречу, в плане того, что в следующий раунд можно сыграть, и в следующую пройти. Поэтому равнодушием к футбольному полю не было, но первый тайм нам не заладился, мы плохо отводили в мячом, следили в корень ошибки во воронье, вследствие чего много позволяли игрокам команды «Факин», поэтому они имели преимущество, может быть, в остроте там созданных моментов такого дня. На второй тайм добавили движение, чуть лучше начали владеть мячом, появился контроль мяча. Игра вырубилась. Боевая игра. Мало что создали, подходы были. чтобы создавать. Быстро работать с мячом, хорошо подстраиваться. Мы, конечно, попадающим не отрабатываем. В первую сторону. Так коротко. На ваш взгляд в пенальти справедливо поставили? Судья определяет, был пенальти, не был пенальти. Позиционная ошибка нашего игрока, понимаете, когда удар по ногам, когда игра рукой выкачивает, я лично не заметил там удар по ногам. Столкнулись. Он хотел на это режим и не был его сыграть. Тот врывался. Ничего не могу сказать. Нас смотрит. Динамик сложный. Вы сегодня очень компактно сыграли против быстрого нападающего. Пусток никаких. Не оставляли за линию мяча. Они были пустые. Но их очень мало было. По сравнению с командой, которые... У пакета он не был пустые. Просто надо умирить реализовывать. Это пустые. Вы сегодня мало что дали сделать. Там не только обороны играет. Там, понимаете, это перестроение всей команды. Это даже может быть зависит и от нападающего. Где-то по отношению к мячу не располагает. Потому что первая передача идет никого не основного. От центральной защиты. У нас недоработка была даже в плане того, что нападающего неправильной позиции. Или это объем работы какой-то выполняет. Потом спокойно дает ребятину и дубровину. И первую передачу делать ко смыслу. А в втором этапе таких проблем меньше стало. Тут и от средней линии очень много зависит от средней линии. Понимаете? Я видел игры факер. Мы создавали там и спа-толли очень много моделей. Спа-толли и спа-толли. Они бывают. Но это... Люди выходят побеждать, поймите. А не от того, что от пустоты там, где там быстро. Нам надо забивать. Чтобы выйдет, нужно нам забивать. Как это сделать? То ли со стандартов положения, то ли быстро и ответ на это так провести. Хотя подходы были даже и первых дали. Просто нужно было скринеться. Ничем в блоке не открыться. Тогда моменты были более острые. А потом уже, когда после пропущенного гола, то все уже. Для нашей команды большие сложности. Вкроме того, что идет организация постепенной атаки. Понимаете? Это больше команды владеть мячом. Меняет смену направления атакующих действий. Здесь тереть мячное действие. Соответственно, у нас на ком-то рвется. Понимаете? На ком-то рвется. А на ком-то рвется, это опять одни три футболисты. На них нервится, на других рвется. Там уже сложение, когда команда задвинется. Уже нормально сложение. Угу. Получим. Павел Пантелеич, первый комментарий к прошедшему матчу. Пожалуйста. Ну, и такая, по бокалу борьбы, кубковая игра. Кубковая игра. Абсолютно равная игра. Абсолютно равная игра. Просто нам немножко повезло. В исполнении нашей команды, я считаю, что это самая, ну, худшая игра, скажем, за все те игры, которые мы проводили. Ну, для этого есть объективные причины. У нас проблемы состава. Ну, как проблемы. Была произведена ротация состава. Дали возможность сыграть тем ребятам, у которых меньше было игровой практики. Ну, к великому сожалению, я не увидел того, что те ребята, которые мало имеют игровой практики, они сегодня вышли и убедили меня в том, что они должны играть в основном составе. Атака абсолютно равная игра с минимальным количеством голевых моментов, что у одной, что у другой команды. Ну, вообще, стандарт в пенальте. Атака реально с игры практически ничего не было создано. Те моменты, те подходы, которые были, и штрафные удары там все. Очень слабое исполнение стандартных положений. Не доставлялся мяч в ту точку, в которую должна, а должен доставляться. Поэтому такой комментарий. Не было ли недооценки все-таки соперника? Ну, возможно, у кого-то, в каждом ручке не залезешь в голову, какие у него мысли. Возможно, и было все, но я еще раз говорю, те ребята, которые выходили, у нас сочетание там, допустим, у нас играла только линия обороны в том сочетании, и то не в том сочетании, не играл Могилевский. Мы здесь, вынужденная перестановка, опустили сюда Дубровина и потеряли в организации игры. Травма на пятнадцатой минуте пришла сменять вынужденную замену Кирееву, дернув переднюю ПФС бедра. И в плане ведения игры проблемы были. Потому что Юра много определяет в плане организации игры. А недооценка как? Ну, ребята, которые шанс получают, наоборот, они должны с повышенной самоотдачей играть. Я этого не увидел. Абсолютно, еще раз повторяю. Абсолютно рада. В принципе, сегодня Болонин как бы на месте Бикетова, по расстановке был. Ну, изначально, да. Изначально расстановка была Киреев на месте Дубровина немножко, Болонин на место Бикетова. Опять сразу замена. Ну, и Болонин, понятно, что Болонин пропустил у нас подготовительный период. Болел серьезно. Знаете, Ветрянка у него была. Две недели в больнице. И поэтому пока он не набрал нужной кондиции. Я знаю потенциал Болонина. Когда он берет, это будет совсем другой Болонин. Вы сейчас сказали, что вы не увидели от ближайших резервистов чего-то такого, чтобы вас убедило в том, что они игроки основы. Означает ли это, что еще какие-то позиции до 1 сентября требуют? Да, да, да. Мы ведем селекционную работу и выполним. Закончено? Нет, абсолютно нет. Еще два-три игрока, не исключен вариант, что… Но не исключено, мы конкретно ведем поиск некоторой позиции, мы видим, что их нужно усиливать. И сегодняшняя игра подтвердила это, что действительно нужно усиливать некоторые позиции. О каких позициях идет речь? Ну это идет речь практически во всех линиях. То есть по одному человеку? Исключая вратарскую, а так в каждую позицию нам бы хотелось еще по одному квалифицированному игроку. Потому что ситуация травмированная, неготовность некоторых игроков. И у нас сегодня в запасе-то неполный протокол даже был заполнен. В связи с тем, что кому-то дали отдохнуть, кто-то не готов, кто-то травмирован. Все. И мы видим позиции, которые в каждой позиции, кроме вратарской, нужно усиливать. То есть можно говорить о том, что вам как главного тренера, вот сегодня пища для размышлений помимо результата была. Ну результат, да, результат остается. Всех поздравляю, ребят и болельщиков с выходом в следующий круг. И надеюсь на то, что по раскладу, что мы будем играть с командой ФНВЛ, я думаю, что это уже естественно, что будем дома играть по регламенту. Это будет праздник для воронежских болельщиков футбола. Ну так, наверное, надеемся на это. Я говорю, ты катился, Воронеж, да? Ждем команду ФНВЛ. Ждем, ждем. Мы все делаем для того, чтобы команда на следующий год играла в ФНВЛ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова